Доброго здоровья вам, уважаемые абитуриенты, будущие студенты и, хочется надеяться, студенты нашего университета, Сибирского государственного университета, путей сообщения и даже больше скажу, факультета промышленного гражданского строительства. Моя фамилия Кунц, Константин Леонтьевич, я и есть декан этого факультета промышленного и гражданского строительства. Я часто привожу такую шутливую поговорку, что Господь Бог создал землю, флору и фауну, а все остальное на земле, на земном шаре. Построит человек-строитель. Наши выпускники, ну не только наши университеты, еще 75 вузов в России готовят строителей, но и наши выпускники внесли очень существенную лепту в это дело. Наш факультет готовит выпускников по двум направлениям. Это техническое направление строительства, где работают профили промышленного и гражданского строительства, водоснабжения и водоотведения, организация инвестиционно-строительной деятельности. Это так называемые технари. И второе направление экономическое, экономика, в частности профиль экономика строительного бизнеса. Наш факультет, если говорить точнее специальности, ровесники нашего университета, поскольку были открыты в 1932 году, это почти 90 лет тому назад, одновременно с открытием нашего института. Профессия строителя очень древняя, уважаемая, востребованная и где-то даже романтичная, особенно когда речь идет об освоении новых земель. Там, где впервые что-то создается, строится. Если говорить о России, и о Сибири даже, то что ближе к нам, то у нас еще десятки миллионов гектаров, не только неосвоенных земель, но где еще нога человека не ступала. Поэтому такой гигантский объем работы впереди у наших выпускников, что хватит и на их путь, жизненный путь, и их детям, внукам, правнукам и так далее. Вы знаете, я бы хотел назвать несколько причин, которые, мне кажется, могут подтолкнуть вас к поступлению на наш факультет. Первая причина – это огромная востребованность строителей для экономики страны. По разным данным, сегодня дефицит строительных кадров в России составляет от 100 до 150 тысяч человек, в том числе несколько десятков тысяч инженеров. Вторая причина – это неубиваемость профессии строителя. Вы знаете, что бы ни случалось и в истории нашей страны – революции, войны, экономические кризисы, даже смена уклада общественного строя. А строительство не прекращалось ни на один день. И даже в период пандемии, вы, наверное, слышите, что с самого начала разрешали работать кому? Строителям. Потому что процесс состоять нельзя. Очень это важно. Третья причина – это очень хорошая зарплата строительства и возможность сделать успешную карьеру. Я мог бы привести примеры, но не хочу, чтобы так как реклама рассматривалась. Примеры выпускников, которые в течение 10 лет сделали блестящую карьеру, организовав собственную фирму и выйдя в тройку самых крупных по объему строительно-монтажных работ предприятий города Новосибирска. А в Новосибирске, между прочим, строительных фирм – 980. Следующая причина – это огромный выбор организаций, где можно работать. Это строительные, строительно-монтажные, ремонтные и прочее, прочее. Проще сказать, где можно не встретить наших выпускников, чем перечислить то, где их можно встретить. Дальше. В принципе, вы знаете, у строителя исключено появление в душе каких-то сомнений в смысле жизни, поскольку продукция строителя – это же здание, сооружение. Это на десятилетие, на столетие. И человек в конце жизни, окинув взглядом пройденный путь, говорит, вот это я построил, это я построил. В этом я участвовал. Я мог бы еще продолжать рассказ об этих причинах. Кратко скажу, где работают выпускники. Это проектные организации, где рассчитывают и проектируют здания, сооружения. Это строительно-монтажные организации, где проекты воплощают в жизнь. Это ремонтно-строительные организации, где построены, флуатируем, надо как-то содержать и так дальше. Это экспертные организации, где периодически производится техническая оценка несущей способности, долговечности конструкции, разрабатываются мероприятия по реконструкции и так далее. В общем, профессия строителя интересная. Понятно, что у нас экономисты строительного бизнеса и строители, инженеры, они друг без дружки не могут, фирма не может без грамотного экономиста, она просто прогорит. И в этом смысле очень важен, конечно, симбиоз этих двух направлений. Поступайте к нам учиться, я вас уверяю, не пожалеете, учиться интересно, шесть десятков дисциплин интересных, и вы будете востребованы. Всего доброго вам, ждем вас у нас.